В России существует традиция отмечать Старый Новый Год. Кто-то считает это пережитком прошлого, а для кого-то это настоящий праздник. В любом случае, выходные дни продлеваются. И сегодня вы увидите много интересного. Внимание, мы начинаем. Страна отметила Новый Год. Рязань тоже и мы тоже. Было весело, но мы решили узнать, как было с транспортом в эти праздники. Как было с общественным транспортом на Новый Год? Вполне прилично. А на чем перемещались? На автобусе. А до скольких ездили? Последние в 11 часов я ездил. А вместе были, да, наверное? Нет. Нет, не вместе. Все, вопрос нет. Отлично. А на чем ездили? Ни на чем, маршруток не было. Ну, значит, на такси надо было ездить? На такси ездили. Дороже цены? Да, в два раза. Ну, неплохо было, хорошо у нас было с общественным транспортом. Маршрутки ходили допоздна, всех перевозили. Люди старались, убирали. Внутри салон был чистый. Такое приятно было ездить. А я был в Мурманске просто, я не могу подсказать. А, ну, в Мурманске как было с общественным транспортом на Новый год? А я пил всю ночь, я не знаю, о чем будет. Ужасно, битком все было. Битком? Да. А до скольких вообще ходил общественный транспорт, и на чем приходилось перемещаться? Ну, в основном на такси. Дороже было или так же? Дороже, естественно. На сколько? На 50 рублей, на 100, вот так, смотря какое такси. На то и праздник, надо наглеть. Нормально было, автобусы, маршрутки ходили, нормально все было. То есть все без проблем? Без проблем. Вот я ездила, я ехала в Дягирево, я очень быстро доехала. Так что нормальный транспорт шутит. И маршрутки ходили, и автобусы ходили. Правда, не каждый через 5 минут. Ну, 15 минут надо было постоять. Ну, не 30 минут. Все хорошо было. Мы сидели дома, никуда не ездили. Красота. Все хорошо. Вот, помогите нам лучше. Ну, перетенько. Вот, спасибо. Молодцы. Здравствуйте. Уделите нам минуточку. А как с транспортом на Новый год бывает обычно? Ну, обычно проблематично. А в чем проблема заключается? Ну, видимо, в том, что люди реже за руль садятся. И поэтому, не знаю, больше отдыхают, поэтому приходится такси вызывать и все такое. А вы на чем перемещались на Новый год? Вот, 31-го. 31-го не работала, поэтому была дома. Без понятия, дома был. Не знаю, не выезжал. Отмечал дома. Объясните мне, пожалуйста, какого лешего вы не привезли из леса настоящую елку? И в конторе пришлось наряжать искусственную. Мы, как ты и сказал, нашли место на карте и поехали в лес за елкой. Только Наташа сказала, что она не поедет ни на чем, кроме как на Ниссан Патрул. А мне Патрул понравился. Я на нем хотела прокатиться, потому что он большой. Мне его дали. И я поехала. Тогда я решил ехать на снегоходе. Раз уж в лес, то никак не на машине, а на снегоходе будем пробираться до того места, где и сама елка растет. Нам нужно добраться за елкой. Снегоход, как транспортное средство, по моему мнению, для этого подходит больше всего. Только какие правила можно соблюсти, чтобы не попасть в какую-то неприятную ситуацию? Ну, помимо того, что нужно уметь управлять снегоходом, нужно правильно быть одетым, экипированным. В первую очередь нужно одеть шлем, который спасет и поможет, собственно, в управлении. А шлемы, они какие-то специальные? Да, шлем, он специально снегоходный, утепленный, который не запотевает стекло, в котором будет удобно, уютно. То есть там сделаны какие-то вентиляционные отверстия? Да, конечно. Здесь есть вентиляционные отверстия, где вы дышите и выходит, соответственно, воздух. Давайте попробуем примерить. Это все закрывается? Да, это закрывается. Если нужно, да, открывается стекло. Есть еще, когда закрыт шлем, есть еще очки, которые от солнца, чтобы не слепил снег, отблеск от снега. Это вот в такой день, как сегодняшний, как раз пригодится. Да, да. Потому что у нас день морозный, солнышко светит. Я по предыдущему опыту знаю, что ручки, да, вот, которые держишься на подростоке, они как и вы, на подростоке, на снегоходе, они с подогревом бывают. И тем не менее, руки как-то еще надо решить? Руки нужно одевать в перчатки, на руки, которые, на самом деле, спасут от холода, но и от возможности пораниться, если вдруг, там, упасть со снегохода или еще что-то. На перчатке у них есть откосники. И есть вот такая вещь, это для того, чтобы протирать стекло. Когда стекло обледенеет, вот ей удобно протереть стекло. То есть все продумано. Экстремальные виды спорта, они предусматривают еще и вот такие вот экипировочные предметы, да, обязательно. Снегоход мы будем на прицепе, да, транспортировать до того места, где его можно спустить. А вот как хранить вообще снегоход правильно, да, если вот... Ну, снегоход в летнее время, когда кончается сезон, его нужно законсервировать. То есть есть определенные вещи, которые делают с ним в период хранения. Это ослабление гусеницы, чтобы она не была натянута. И залить консервант в систему. Ну, соответственно, еще продаются, есть в продаже чехлы, которые накрываются, чтобы он не пылился, не пачкался, не царапался, не дай бог. Существует такой опыт у отдельных экстремалов, у людей, да, которые пересекают водные преграды на снегоходе. Вот что по этому поводу можно сказать вообще? Да, действительно, снегоходы могут передвигаться и по воде, хотя они не предназначены для этого. Есть даже некие соревнования по движению по воде на снегоходах. Ну, в общем-то, если остановиться на снегоходе, на воде, соответственно, он утонет. Но если не сбрасывая газ проехать какую-то водную преграду, ничего страшного не будет, он преодолеет ее. Угу, ясно, здорово. Ну, мы, наверное, до такой степени экспериментировать сегодня не будем, хотя у нас есть река Акана, путь исследования, но мы как-нибудь культурно проедем мост. Вот, и только потом спустим снегоход с прицепа. Все, теперь я полностью экипирован. Можно отправляться в путь. Вот она, точка Х. Отсюда мы стартуем. Наталья на внедорожнике, я на снегоходе. Наша задача, как можно быстрее добраться за елкой, чтобы успеть привести ее к Новому году. Редактор субтитров А.Семкин Мы едем за елкой, только Женя не предусмотрел, то, что он едет на снегоходе, и елкой ему положить некуда. А у нас огромный-огромный багажник. Так что, я думаю, что я выиграю. В любом случае. А Наташу останавливали сотрудники ГИБДД. Они никак не могли поверить, что такая большая машина может принадлежать такой маленькой и хрупкой девушке. А она мне и не принадлежала. Все-таки статусность есть статусность. По большому автомобилю, конечно, ехать очень приятно. А по городу в том числе приятнее вдвойне. Потому что, как показывает практика, большие автомобили у нас пропускают абсолютно везде. Себя чувствуешь, естественно, не то, что наклассываешь, а намного-намного. От холода меня спасал утепленный шлем и специальная непродуваемая куртка. А у меня печка. У меня круче. Было. Здесь в любой, даже самый страшный мороз, все равно не замерзнешь. А сидеть здесь лучше, чем в кресле у президента. Я ехала в тепле. А Женя очень сильно замерз. Он даже несколько раз падал со снегохода. Он вставал и все равно дальше. А еще Наташа сказала, что она доберется до елки первой, несмотря на то, что она едет на машине, а я мог срезать путь на снегоходе. Я добиралась до елок первой. Ну, смотря до каких. Елки-то бывают разные. Бывают облезлые, большие и маленькие. Желтые и красные не бывают только. Тем более, что нам нужно было найти конкретную елку, которую нам разрешили срубить. Редактор субтитров А.Семкин Когда мы приехали в то место, где была эта елка, мы на нее посмотрели, она вся такая пушистая, красивая. Если мы ее срубим, то она больше расти не будет. Но это жалко. Это живая природа. И мы вернулись с пустыми руками. Тем более, что в патрол нам бы ее не разрешили погрузить, а на снегоходе ее везти тоже невозможно. Да, да, да. Снимай. Вдруг придать. Понравилось, что ли? Да, я уже свыкся с ней, понимаешь? Сродился, можно сказать. Тебе идет. Да. А в ней тепло? Она не продувается. Ага. Вы дергиваете меня и скоро? Ну, слушай, да тут прям вообще, правда, сидишь как это. Жень, смотри еще. Как король. Говорят, что это машина для пассажиров, говорят, что это машина для того, чтобы ездить на заднем сиденье. На самом деле нет. Потому что управлять таким огромным, я бы сказал, лайнером, да, аэробусом, чувствуешь какую-то статусность автомобиля. Я расскажу историю. Рядом со мной на светофоре остановился новый Nissan Patrol. Это как раз тот, на котором мы сейчас едем. Я в форточку своего легкового седана не увидел даже пассажирского стекла. Передо мной была только дверь с левой стороны. Потому что, ну, действительно, автомобиль большой. Высоко сижу, далеко гляжу, это понятно. Ну, и система безопасности, которым оборудован автомобиль, не оставляет сомнений в том, что на нем можно ездить с удовольствием. Зато у нас случилась такая веселая прогулка, и живую природу сохранили, и искусственная елка все равно оказалась не хуже. Новый год отметили хорошо. Так что не ругайся. Не надо. Знаете что? Вам пора в Greenpeace. Движение – это жизнь. Автономия – программа обо всем, что движется. И если сегодня было не скучно, то в следующий раз будет еще интереснее. Обратную связь будем держать через почтовый адрес, который вы видите на своих экранах, а посмотреть видеоархив программы «Автономия» можно на сайте город62.тв. С Новым годом! Пока-пока! Раз, два, три. Движение – это жизнь. Автономия – программа обо всем, что… Ты что, нормально? Не можешь три слова сказать, что ли я не пойму? Могу. Ну серьезно, Наташа, прекрати. Раз, два, три. Движение – это жизнь. Автономия – программа обо всем, что движется. Ты прикалываешься? Пойдем подальше, ладно. А что это даст? Здравствуйте, как было с транспортом на Новый год? А вы вот какой канал? Перец, домашний, ТВ3, Муз-ТВ. О, в Москве перец есть. Это вы перец? Да, да, да. А, не в Рязани. Это как дочки едут, так там перец я включаю. Во-во, я теперь понял. Вот это хороший канал. Ладно. Пиши. А, губы разорвалась. Вот, видишь, как сзади. Я вот так вот пыталась. И вот за счет этого, видишь, какая картинка красивая получается? Да. Я не знаю, что сказать, короче. Все можно? Да, можно. Всем привет. Новый год уже… Ты что, реально, что ли, двух слов связать не можешь? Всем привет. Новый год уже… Тихо, 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 тихо. Давай. Всем привет. Новый год уже… Еще раз. Субтитрыelvin. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...